Партнер программы сеть детских клубов Ети и дети Еще одна осталась Вот мы уже все и в сборе Здравствуйте, ребята Меня зовут Света И сегодня у меня в гостях Егор и Вика Ребята, скажите мне, пожалуйста Вы знаете, где вы сегодня оказались? Да Где Егор? Вы оказались, ребята, в стране безопасности Это удивительное место Сейчас вам и нашим маленьким телезрителям Я расскажу, почему Но для начала давайте с вами присядем Ребята, я уже вам и нашим маленьким телезрителям Сказала о том, что мы с вами находимся в стране безопасности И здесь ничего плохого с нами случиться не может Но вокруг, ребята, огромный мир И как раз таки там может произойти все, что угодно И мы с вами должны быть готовы ко всему И сейчас я хочу вам рассказать о теме нашего сегодняшнего соревнования Но для начала скажите мне, пожалуйста Как вы думаете, Егор, Вика, люди каких профессий Могут принести человеку самую большую помощь в экстренных ситуациях? Как вы думаете, люди каких профессий могут очень помочь человеку, когда это нужно? Скорая помощь Так, люди, которые работают в скорой помощи Хорошо, Егорушка, а ты как думаешь? Пожарная машина Правильно, пожарные Очень хорошо Да, ребята, действительно, вообще все профессии очень важны и нужны Но одной из самых важных и ответственных является профессия доктора Ведь они всегда приходят к нам, когда нужна их помощь Будь то у нас просто царапинка или какая-то очень серьезная болезнь Так? Но есть, ребята, ситуации, в которых вы сами себе Даже в силу своего небольшого возраста можете помочь И это надо уметь делать Даже хотя бы до того момента, пока не придут родители и не отведут вас к врачу Правильно? Правильно Именно это и станет, ребята, темой нашего соревнования И сейчас самое время приступить к нашему первому конкурсу Егор, будем соревноваться? Итак, ребят, первый конкурс, суть его вот в чем Я буду вам читать загадку Вам необходимо ее отгадать А отгадка находится на стенде Твой Вика этот, а твой Егор тот Найти правильную отгадку и на скорость Подчеркиваю, на скорость принести отгадку мне Каждый правильный ответ стоит фишку И одна фишка еще тому, кто справится быстрее То есть вы должны быть не только внимательными, но и очень быстрыми Договорились? Ну что, если вам все понятно, то давайте начинать И я читаю первую загадку Чтоб грязнулию не быть, следует со мной дружить Пенные, душистые, ручки будут чистыми Если в глазки попаду, то немножко пощиплю Побежали О чем речь идет в этой загадке? Быстрее, быстрее, ребята Молодцы! Ах, подвела картинка, упала Ну ничего, Вик, ты еще успеешь быстренько принести, я думаю, в следующий раз Ребят, что это? Мыло! Конечно, мыло! Молодцы! Отгадали правильно, поэтому, Вик, тебе фишка за правильный ответ А тебе, Егор, две фишки за правильный ответ И очень быстрый Держи Молодцы! Итак, слушаем вторую загадку Для царапинок Аленки полный есть флакон Флакон чего? Побежали! Для царапинок что нам может пригодиться? Быстрее, быстрее, быстрее! Хорошо! Правильный ответ что? Йод! Смотри, разве это Йод? Егорушка Что это у нас? Вик, Вик, что это? Зеленка Зеленка, конечно Ну, просто перепутал название, так что ты знаешь, что это зеленка И она при царапинах нам первый помощник Егор, снова ты нашу девочку опередил Вика, включаем скорость Тебе фишка за правильный ответ Следующая загадка В овощах и фруктах есть Детям нужно много есть А еще таблетки Вкусом, как конфетки Принимают для здоровья Их холодную порою Для Сашули и Полины Что полезно? Побежали! Быстрее, быстрее, быстрее! Молодцы! Одновременно и очень-очень быстро Что это у нас, ребята? Витамины! Витамины, молодцы! За скорость я все время обещаю Одному человеку, кто быстрее Но в этом случае я каждому из вас дам по фишке за скорость Потому что уже очень быстро вы справились Держи, Вик, твои две, Саш, и твои снова две Стабильность признак мастерства Молодец, Егорушка! Итак, последняя загадка Будьте внимательны Последняя возможность в этом конкурсе заработать фишки Он не пустит в ранку грязь И удержит в ранке мазь Там, где боль, обнимет нежно Наш помощник белоснежный Побежали! Ой, молодцы! Отгадали правильно! Что это у нас, ребят? Бинт! Бинт! Конечно, бинт! Держи, Егор, за правильный ответ фишечку И на этот раз наша девочка вырвалась вперед Две фишки за скорость и за правильный ответ для Вики Ребят, молодцы! Очень хорошо вы справились с моим первым заданием Сегодня мы уже говорили о том, что есть люди, которые очень много знают о человеке и о его здоровье И сейчас я хочу вас познакомить с одним таким очень интересным человеком Вы готовы ко встрече с ним? Да! Тогда внимание на экран! Ребята, привет! Здравствуйте! Меня зовут Артем Витальевич И я работаю в детской больнице Наша работа – это помогать вам в случае, когда вы заболели или с вами что-то произошло Ребята, скажите мне, пожалуйста Случалось ли с вами такое, что когда ваша рука долго находилась в детской больнице Если она находилась в одном и том же положении, вы как будто перестали ее чувствовать Как будто она заморожена Да! Было, дядя Артем Ребята, это состояние называется потерей чувствительности Например, потеря чувствительности руки Она наступает при разных обстоятельствах И одно из них – это неудобное положение руки А вы знаете, что нужно делать, если ваша рука потеряла чувствительность? Нет! Ребята, запомните Если вдруг ваша рука потеряла чувствительность Попробуйте ее растереть И обязательно поменяйте положение руки Тогда чувствительность в руке возвратится Также можно провести гимнастические упражнения Например, встряхнуть руки И запомните, если чувствительность в руке не восстанавливается Нужно немедленно рассказать об этом взрослым И обратиться к врачу А на сегодня это все Я желаю вам удачи и будьте осторожны Итак, ребята, наш первый конкурсный день подходит к завершению Но впереди у нас еще одно решающее испытание И тому из вас, кто сейчас очень внимательно слушал нашего доктора Дядю Артема, справиться с этим заданием будет очень-очень легко Итак, у каждого из вас на стенде прикреплены картинки И две карточки, красная и зеленая Ребята, вам нужно под зеленой карточкой расположить картинки с изображением тех предметов Которые могут помочь человеку при болезни А под красной те картинки, на которых никак не могут помочь человеку Итак, все понятно вам? За каждый правильный ответ я вам дам по одной фишке И одну фишку тому, кто правильно и быстро справится с этим заданием Итак, начали, ребята Под зеленой располагаем картинки с изображением предметов, которые помогают, если вдруг человек заболел То, что может помочь под зеленой, совсем бесполезные предметы при болезнях, под красной Не забывайте, пожалуйста, что это задание на скорость И у вас есть шанс заработать одну дополнительную фишку И быстрее Егор справился? Итак, справились Но Егор, поскольку был первым, значит сейчас у Егора мы проверим, как он выполнил Под зеленой значит то, что может пригодиться в болезни Шприц Правильно, Егор Это у нас что? Йод Йод Это тоже необходимо А это бинт Это зеленка А это таблеточки Итак, Егорушка у нас молодец Под зеленой карточкой все картинки верно расположил А под красная расческа, мыло и зубная щетка Абсолютно бесполезные предметы при болезни Егор, ты большой молодец И сейчас считаем, сколько же фишек ты заработал Сколько правильных картинок Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Плюс одна фишка, Егор За скорость Молодец! Девять фишек заработал Ну а теперь Вика А у Вики я уже так недолго даже не присматриваясь и не считая Тоже вижу, что все верно Молодец, Вика, ты тоже замечательно справилась с заданием Поэтому ты зарабатываешь восемь фишек Давайте я присядем и я вам фишки ваши вручу Так, считаем Вике восемь фишек мне нужно насчитать Четыре Семь, восемь, Егор А тебе девять Подвинь, пожалуйста, коробочку ближе Здесь пять И здесь еще семь, девять Ребят, конкурсы на сегодня закончились Теперь давайте сосчитаем, сколько фишек вы заработали в первый конкурсный день Пятнадцать, шестнадцать Молодец, Егор Итак, ребят, в первый конкурсный день у вас небольшой отрыв У Вики тринадцать фишек, у Егора шестнадцать Выводы еще делать слишком рано Потому что впереди у нас еще три соревновательных дня Ну, на сегодня, ребята, все До встречи в стране безопасности Пока-пока, ребята Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин